Приветствую всех очередной раз из солнечной Аризоны, и очередной раз я приглашаю вас с собой на прогулку, чтобы вы тоже со мной вместе посмотрели и полюбовались каждым кустиком, каждой травкой, каждым цветочком, и заодно поболтаем о том, что же сейчас происходит с этим грозным коронавирусом, который никак не хочет отпускать человечество из своих цепких лап, и мы уже замучились, устали, и уже больше сил никаких нет сидеть, слушать, смотреть все одно и то же, просто беспросветно. Ну что творится в Америке? В Америке начинаются выступления народные в штате Калифорния, в штате Тексис, в штате Охайо, в других штатах люди выходят на улицу пешком, с плакатами, без масок, в толпе, то есть никто уже не боится соблюдать какую-то дистанцию, все протестуют против этого коронавирусного удерживания по домам, также огромные линии машин, то же самое с людьми, с плакатами, на машинах всякие надписи, что люди против, что больше никто не хочет сидеть в домах, в домах не просто не хотят сидеть, просто уже не верят всему тому, что они видят и слышат с медиа масс. Так что, дорогие товарищи, не знаем, то ли народные волнения, народные вспышки, которые могут перерасти в опасный бунт в различных странах, подвигают правительство сворачивать эпидемию, пандемию коронавируса, то ли еще что-то, но факт тот, что Штаты открываются постепенно, значит, в четырех фазах открытие будет происходить, то есть открываться будут сначала малые бизнесы какие-то, потом больше-больше, ну вот на днях в Америке объявили, что 49 молов, а молы – это большие, значит, магазины, которые продают промышленные товары из группы «Симмонс» групп будут открываться по всей Америке, а это говорит о том, что люди массово начнут ходить и делать покупки всевозможные в этих моллах, то есть люди начнут ходить, свободно перемещаться и внутри моллов точно так же свободно кучковаться, будем говорить. Вчера объявили, что найден препарат, ну не то, что найден, а найдено лечение для тяжелой стадии коронавируса препаратом под названием Remdesivir, это противовирусный препарат, который уже выпускался, применялся до этого при других вирусных заболеваниях, но уже ранние стадии применения этого препарата, показали, что он очень хорошо справляется именно в тяжелых случаях, когда человек уже находится в госпитале, человек находится под искусственной вентиляцией и, скорее всего, в Америке буквально в ближайшее будущее некоторые заводы фармацевтические начнут массовое производство этого препарата и будет, значит, идти в снабжение госпиталей. Такая новость, но это не новость, а просто это изучение экономики. 2008 год был знаменован очень большой, то есть крахом экономики, очень много известных, больших компаний было, значит, в одночасье разорено, многие люди, у которых были большие накопления, и люди, которые вышли на пенсию и рассчитывали на то, что у них были инвестиции, значит, в больших размерах, они все потеряли. И очень много было суицидальных случаев, то есть когда люди не смогли вынести такую моральную и эмоциональную нагрузку и уходили, как говорится, в мир иной. То есть очень много людей покончило самоубийством в тот год. Обещают они нам еще даже ухудшение обстановки, чем сейчас обстановку, в которой мы находимся, но все равно будем надеяться на лучшее. И все-таки добро, как говорится, должно победить зло. И на смену плохой ситуации всегда приходят хорошие ситуации, на смену плохим временам всегда приходят и должны прийти хорошие времена. Ну, что я вижу вокруг себя? Сегодня утром, когда я выезжала из своего дома, то соседка моя, она ей лет 25, она на улице организовала себе спортивную площадку. В гараже у нее стоит стационарный велосипед. Она то на велосипеде накручивает педали, то сегодня утром, вот я видела, она лежит на коврике, и у нее в руках какая-то такая палка. И не знаю, что это за палка деревянная, откуда она ее взяла, но на концах этой палки висят фляжки пластмассовые с водой по 3 литра, и она качает свои мышцы. Вы знаете, вчера обратила внимание на телеведущую одного из новостных каналов, по-моему, это эти новости из Вашингтона. Женщина, она мне очень нравится, журналист, где-то ее уже под 80, она очень-очень хорошо выглядит, всегда так одета со вкусом, у нее всегда так волосы красиво уложены, они у нее не густые, но как-то вот уложены очень красиво, и у нее она делает мелирование волос, то есть highlights, но это очень, как говорится, удачное изобретение для всех нас, женщин, которым за, женщин плюс, которые мы стараемся спрятать свою седину, и вот именно мелирование как нельзя лучше подходит, вот когда мы окрашиваем волосы. Так вот, а вчера я обратила внимание, смотрю, у нее просто волосы покрашены в однотонный цвет, никакого мелирования нет, просто светлый такой приятный тон, и она даже как-то выглядит по-другому, ну, необычно. А сегодня, вот сегодня вечером я смотрела BBC новости, там тоже одна ведущая, журналист, тоже я обратила внимание, она всегда, у нее всегда мелирование было, а теперь у нее однотонный цвет волос. Я так сижу, думаю, хм, а ведь, скорее всего, это потому, что все парикмахерские закрыты, все салоны закрыты. Женщины, наверное, просто идут в какие-нибудь аптеки или в магазины, где открыты, где доступна краска, покупают и красят. Но это смешно для ведущих таких телеканалов, этого никак не может быть, потому что у них, наверное, там и костюмеры свои, и парикмахеры свои, то есть, несмотря на то, что коронавирус, все закрыто, но у них там, наверное, все это происходит где-то на студии. Ну, не знаю, у меня почему-то такая мысль пришла мне в голову. А почему я скажу? Потому что я сама всегда делаю милирование, и сейчас мой специалист именно по покраске волос, она работает в салоне, который уже давно закрыт, а я никому не доверяю больше. Значит, экзекуцию над моими волосами, потому что их у меня не так уж и много осталось, поэтому я жду, когда салон, ее салон откроется, я пойду к ней. Так вот я сижу и думаю, ну, уже я так вот заросла, всю седина, вся седина уже у меня видна, ну, что делать, наверное, пойду я в этот волкринс или в севеску, плю себе какую-нибудь однотонную краску светлую, да покрашусь, наверное, а то уже вообще так неприлично даже ходить уже приходится, когда я гуляю, я все время одеваю себе эту вот бейсболку. Ну, вот у меня такая мысль закрала, что, может, эти телеведущие то же самое, также по необходимости покрасили в однотонный цвет свои волосы. Ну, это я, конечно, не уверена и не верю даже в это, но вот так вот обратила внимание. Вчера я иду на втором этаже своего дома на балконе, сидит мужчина, я его не вижу, только слышу голос. Дебора так плохо, что этот коронавирус сейчас, ну, и, конечно, называет ему всякими словами на БПФ, я так хочу тебя увидеть, вот я свой мотоцикл починил перед тем, как это время наступило, я так хотел, чтобы мы поехали в горы, покатались, я даже заказала ресторан, ну, смотри, вот я, я не знаю, я так расстроен, я так расстроен, так хочу тебя увидеть, но ничего, вот скоро, скоро мы уже с тобой увидимся, я надеюсь, что все уже скоро отменят, и мы опять можем пойти и посидеть в ресторанчике. Ну, я прошла, услышала это, думаю, ну, какой мужчина, так он разговаривает, так приятно, такие слова прям подбирает, женщине очень приятно слышать, что, ну, внимание такое очень специфическое, special такой attention. Ну, я прогулялась где-то, ходила-ходила, где-то через, наверное, 40 минут я возвращаюсь и слышу опять этот же мужчина, ну, он разговаривает опять с женщиной, но я думаю, что он до сих пор, что ли, он прощался, прощался уже так, думаю, он с ней, что ли, до сих пор разговаривает. Нет, я слышу, Дженнифер, я такой злой, такой злой, что сейчас эта эпидемия, этот грипп, опять на букву Ф посылает этот грипп подальше, этот грипп, я ведь починил мотоцикл, я ведь специально, я уже заказал ресторан, ну, вот мы с тобой не встретились, я там вообще заказал самый лучший ресторан, я хотел, чтобы это секрет для тебя был, я, ну, я уже иду, слушаю, думаю, так, надо остановиться дальше, послушать, вообще интересно это самое, интересно, интересный разговор, ситуация-то какая интересная. Ну, в общем, он ей пел-пел-пел, как он по ней скучает, как он прям вот надеется, как он только о ней думает, как вот сейчас все закончится, и первое, что он сделает, это он ее куда-то на своем мотоцикле, который он починил, повезет куда-то в горы, и в какой-то ресторан они тоже пойдут. Ну, в общем, ну, чего, люди есть люди, ну, наверное, человек сидит на сайтах, ну, встречается с женщинами, одинокий мужчина, ну, он сидит на своем балконе, на свежем воздухе, дышит хорошим, значит, свежим воздухом, он обозревает вокруг эту прекрасную аризоновскую весну и разговаривает с удовольствием с женщинами, с которыми он хочет продолжить встречаться. Ну, очень хорошо. Ну что, дорогие друзья, наша прогулка подходит к концу, и, как всегда, мне хочется закончить на хорошей ноте, сказать, что да, сейчас мы все-все-все-все-все на всем земном шаре находимся в такой необычной для нас ситуации, которой, пожалуй, никогда в мире, в том мире, в котором мы живем и осознаем себя, не было, и каждый из нас задумывается и оглядывается назад, что было пройдено, как было прожито, и как все-таки найти эту золотую середину и оставаться в гармонии, прежде всего, с самим собой. То есть происходит какая-то переоценка ценностей. Я вам всем желаю, чтобы вы переосмыслили что-то, то, что необходимо именно вам переосмыслить, пришли к каким-то выводам и нашли все-таки тот горизонт, тот маяк, которому все-таки надо двигаться. Не нужно останавливаться, не нужно унывать, не нужно впадать в безысходное состояние. Нужно знать, опять же, что всегда жизнь состоит из белых и темных полос, не будем говорить черных, что всегда на смену каким-то неприятностям наступают хорошие и счастливые времена. Так пусть вот эти счастливые времена, которые вот-вот-вот-вот уже на горизонте, они уже вот-вот наступят, как можно дольше продлятся. И мы уже по-новому войдем в эту светлую полосу и приобретем много новых друзей, каких-то новых навыков, которые помогут сделать нашу последующую жизнь успешной. Я вас всех обнимаю. Огромный привет из Аризоны. Посмотрите, какая прелесть вокруг. И давайте, чтобы у всех у нас было хорошее настроение. До следующих встреч.